Классически, по традиции, надо начать с рассказа, кто я такой и что это вообще такое. Я фаундер этого всего мероприятия Elixir Club, и я вот только один из 15 пропустил, чтобы не сделать очередной. Это был очень странный доклад, и вот эта картинка неплохо показывает тематику моих докладов. Пару Elixir Club назад я рассказывал про то, как подключиться к PostgreSQL и слушать ивенты из триггеров с помощью Elixir-приложения. В прошлом Тернополе я вообще в отеле перед конференцией спалил еще один раз Борибай, пытаясь сделать демонстрацию. Ну то есть как бы это все забавно. Вот. И вот в целом начнем вот как бы с общего. Вот все ли знают, как обычно готовятся доклады на Elixir-конференциях? Это тайминг. Вот. А которые они чуть по-другому. У тебя типа есть тема, у тебя там есть пять сниппетов кода, берешь в нем айсики, смешиваешь с сниппетами кода, и все, воля презентация. Ну то есть вот так вот как-то. То есть типа... В случае с хардварными докладами, вот у меня получается почему-то как-то вот так стабильно. Как бы... Оказывается, что надо в другой город ездить со своим Wi-Fi роутером. Вот кто из вас приехал со своим Wi-Fi роутером? Ну вот, как бы, да. Выключатель из дома привезти. У меня же в отеле мало выключателей. Вот. При этом за счет большого количества слоев абстракции, то есть в обычных докладах все как бы просто. Хотя там есть какой-нибудь девочек или какая-то новая абстракция, ты типа на ней что-то пишешь и все вроде как работает. А здесь количество moving parts, оно намного больше. Там, к примеру, сегодня я уронил вот этот весь стенд с утра, и вот пришел сюда пораньше лихорадочно и пытался обратно собрать. Потому что как это такое? Железо. Вот. То есть вот так вот вчера выглядел мой отельный номер. Мне очень повезло, что в моей модели были крутые телевизоры с HDMI. Так что как бы... Выбираешься в технический магазин, купить HDMI кабель и клавиатуру, и можно дебажить. Что тут такого на самом деле? Все же, в общем-то, логично. В прошлый раз я, правда, взял клавиатуру HDMI кабель, но не купил Wi-Fi роутер заранее. В следующий раз сейчас с монитором не ехать буду, честно? А что делать? Ну типа, а что делать? Вот. Ну, как бы, на этом улическое отступление можно считать законченным. Итак, что такое умный дом? У кого есть дом-умный дом? Чуть-чуть, на пол шишечки. В какую степь на пол шишечки? Ну, в смысле, есть хаб, допустим, и есть пока два дачи, если не ошибаюсь, и все. И, собственно, пока на этом умный дом, то есть следующая там будет сигналка с большим количеством датчиков. Планы большие, но сейчас он как бы маленький, с базовым устройством. У тебя есть не умный дом, а дом не врач? Он, на самом деле, ничего не умеет. Он вроде умный, но он ничего сделать не может, кроме как рассказать мне, какая там температура, влажность, там еще какие-то параметры мне рассказать то, что мне интересно, и все. Но открывать-закрывать, что-то управлять он не умеет. Вот. Короче говоря, умный дом, на самом деле, постепенно входит в нашу жизнь. Сейчас есть огромное количество решений, которые продвигаются различными компаниями. То есть, есть некие Google Home и... Вот. Это, конечно, колонка в ТВ, но на самом деле... Привет. На самом деле, это центр умного дома. То есть, раньше Apple HomeKit, он роутился в домашнюю с помощью Apple TV, а сейчас, по-моему, добавили еще вот эту вот добавную жуткость, которая по факту может являться хабом умного дома. Более того, сейчас вот эта вот тенденция Internet of Things и прочих умных вещей, она как бы расширяется и расширяется. Сейчас уже начали добавлять умный дом с телевизором. То есть, их факту. Умные телевизоры, ура! Новые открытики безопасности. Особенно классно, если это умные телевизоры с микрофонами, например. Нет. Нет. Что же может пояснить не так? То есть, есть же умные роботы-пылесосы с подключением в интернет? Я не знаю зачем, но... Водно размавляя украинскую, например. Серёж? А его надо просто перепрошить. Перепрошить пылесос, зарядить зубную щётку, там типа поменять батарейки, позадорайте. Подпаяться контроллерс, а? Программалка. Сохожи-таки. Слава Кази! Здора- Jeff Z Ridder!!! Вот. Более того, сейчас есть, например, такая штука, как автомобили. Ну такие четырёхколёсные журкомины, они на взрывах едут. Из которых мы столошли. Ну вы впусти эти, нет? Последние лет сто вот типа по улицам едят. 150 Ну вот, тем более 150 И на самом деле, практически все сигнализации для автомобилей, которые не открываются пальцем они сейчас с GSM И практически каждый автомобиль с нормальной сигнализацией он является девайсом IOT с подключением к коншире который постоянно гадится к чьим-то серверам То есть, более того В нашем случае Украина это больше автор-маркет сигнализации А в случае с странами, где больше покупают новых автомобилей это вполне реальность даже с самими автомобилями Тащи сейчас весь премиум сегмент на KLA с клаудофишками с ключами, с дисплеями Да, да Тачскрин ключ для ламборгини Да, вот Такова реальность При этом, эти все системы они уязвимы для взлома То есть, типа была отличная новость, когда чуваки с ноутбуком просто через интернет отключили в машине тормоза и начали управлять машиной, в которой копируют это гидель Ну, к счастью это были типа Бывает ли адресерчер и это был журналист который сидел за рулем этой машиной Но, как бы, тенденция такова что умных давайцев все больше и больше Причем, в первую часть, есть прекраснейшая тенденция того же самого Сири или Алексы, которые стабильно слушают абсолютно все, что происходит вокруг и эти данные могут передаваться куда-то, где их будут слушать реальные люди для улучшения качества анализа речи Ну, как бы, приветово Харше сказать? Привет, да? Ну, я считаю, это концептуально Культуры, да? О, Малевич, да Решил перейти от технички Техничка еще будет Ладно Я надеюсь Более того в наших каналах появляется все больше и больше умных есть тот же самый HomeKit который я уже упомянул есть Google Home и есть еще 100-900 разных вариантов Более того, есть, например, застройщик Укрбуд как минимум в Киеве который по умолчанию во всех квартирах везде инсталирует систему умного дома которую написали какие-то украинские ребята бесплатно Только есть большая проблема с этим домом Никто не хочет его презентовать Клайд, то есть, они Единственное Клайд разобразывает сын Вот и все А, все А пишут нам тоже нет, я проверял Enterprise API по запросу Вау Да Будет забавно, когда серверы клаппы упадут и внезапно во всех квартирах Google Гуда будут открыты Да Есть, например, Ajax Тоже замечательная украинская система стандализаций Которая Концентрировать всю телеметрию все на серверах Да Кто у тебя потом уходит? Видео, все твоё Ну да Все заменчики, все камеры Да, да, да Они все на Амазоне уходят на S3 Потом можно будет зайти и посмотреть Я смотрел, как этот владелец Я не помню его формирую Ajax в интернему в учебнику рассказывал Мне не было все за криптон Конечно И вот Это Нер Это реалия современного умного дома То есть есть 135 различных систем не совместимых между собой которые зачастую работают в облаке Была, например, такая система Revolve Типа Универсальный девайс работает со всем железом Классный Типа Поддерживает кучу всего А Потом его купил Google И все Ну Типа У Гугла есть Google Home Зачем я ему какую-то Revolve Все Сервера Выключенный Девайс обрекнуты Купили до 300 баксов Железку А все Она уже не работает Удобненько В 2011 году Майкрософт Проводил как раз Исследование Про вот этот IOP И умные дома На тот момент Примеры были довольно простые High cost Flexibility Manageability And отсутствие security Ну то есть Ну вообще Давайте внедрять Спешопа Ну Да То есть Как бы Security Спасибо облаку Снимите отлично Manageability Это больше Проблемы интерфейсов Как мне кажется Ну Flexibility Тоже В основном За счет Отсутствия интероперативности Международной системой Есть Подсорс проект Например HomeBridge Который Позволяет Подключить что угодно к Apple HomeKit Ну то есть Как бы У Apple HomeKit Нет API Но есть HomeBridge Который Уполняет Функции API И внезапно Им можно пользоваться С HighCost Тоже Проблем Особо нет Это Цены Полудовалых Сейчас Умные Лапочки Правда Ксаляне Все Китайцы будут знать О том Как Это Лапочки Но Тем не менее Например Камера Это прекрасно Я ее поставил себе Домой Ты либо Платишь Подписку За Cloud Storage Либо Оно сохраняет Клипы Длиной 3 секунды По Датчику Это Адекват При этом Появляется Куча разных Фич То есть Эти лампы Могут Спокойно Светить Разными Цветами Оттенками Белого Разной Яркостью Это удобно Датчик Например Набор Датчиков Стоит 1800 Гривен Это Больше Программируется Я Покупал Несколько разных Несколько Видов Девайсов Разных Производителей Обычно Это Часть Первая Туториала Про то Как запрограммировать В Apple HomeKit Какое-то Поведение Удобненько При этом Оно Вообще Не Флексибл У него Есть Некоторое Детерминированное Ивентов На которые Можно Что-то Забидеть И все Для конечных Юзеров Думаю Достаточно Нет Но Не будет Домохозяйка А Домохозяйка Будет проводить Провода В стенах Будет Ставить А Аякс Это Чисто Сигнализация Аякс Продается Чисто Как Сигнализация Аякс Чисто Аякс Продается Вместе С комплектом Пультовой охраны Более того Установкой Аякса Занимаются По факту Аякс Не Можешь сам Поставить Но В основном Шрифт Бандбест И прочие Чуваки Они Сами ставят Чуваки Аякс Фактуальная Проблема Заключается В его Беспроводности Ну, у него же вообще нормальный канал данных, типа. Ну, типа там. Ты пропал в большом доме сделать банальный Wi-Fi? Я последние полгода мучаю. Российкацкий был выходом. Типа, извините, у меня неправильно показываются данные банковского счёта. Ну, а вы снимите денег и, типа там, если меньше 10 тысяч долларов, тогда нормально показываться. А если больше, то ба-а-а. Ну, вот это как-то так, да? Ну, видишь, тебе вайфа роутер это ждал. Какому-нибудь встанешь, он и между собой спаривает. А если у тебя стены, скажем так, с этого, с керамоганитом? Да, ребята, да. Ну, подожди. Значит, про умный дом? Ну, окей, да. И в современных реалиях полуметровая стена с точки зрения энергоэффективности это отлично. Проблема в том, что если у тебя полуметровая стена из ГТ-блока, АФН через неё не пробивает. И всё. Как бы. Вот. Ну, короче говоря, с моей точки зрения, конфигурация вот таких вот имеющихся умных домов, она работает как-то вот так. То есть, типа, давайте мы просто сделаем новую пластиковую руку, чтоб, типа, что-то почесать. Ну, вроде бы, вот, 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 вот так. Да. А что подумать? Шейтеншаймурсу почифрит. Не, ну, зрительно, как бы, можно дальше достать. Куда угодно. Да. Даже в прыжке. Перебей здесь. Перебей здесь. Вот. Есть много альтернативных вариантов. Есть, например, if this and that. в качестве системы, которая поддерживается практически всеми решениями умного дома. Но, опять же, она в облаке. И там есть огромное количество полезных приложений. Я всегда мечтал, что, типа, 360 тысяч человек просто поставили приложение, которое меняет на андроиде wallpaper. Стартапы у кого-то отлично работают. Но, как бы... Итак. К чему я веду? К тому, что есть энтерпрайзные ребята. Так. Кто здесь знает, что такое BPM? BPM? Ну, BPM, BPMN. Так. Вот. А что я думаю, в принципе, бизнес-топик? Ну... Бизнес-процесс моделл аннутеншн. Да. Окей. Отлично. То есть, вы плохо разбираетесь. Вы не заметите, что я делаю фигнику. Да. То есть, BPMN – это бизнес-процесс моделл аннутеншн. Это, по факту, графическая репрезентация бизнес-процессов. Я вам скажу, что, по большому счету, бизнес-процесс – это намного более широкая штука. По факту, бизнес-процесс – это алгоритм проведения неких действий. Так или иначе. В силу того, что сам бизнес-процесс не привязан к определенной сфере бизнеса, то, с тем же успехом, BPMN можно использовать для умного дома. Причем, из плюсов… Ну, то есть, вот пример BPMN, например. То есть, это просто абстрактное описание того… абстрактное описание некого бизнес-алгоритма. Большим плюсом является то, что BPMN стандартизирован, и у него есть XML стандарт. Поэтому, в принципе, это XML файлы, на основе которых можно построить некий граф. Брас! Ну, тут есть… Сандартная шутка проектер, правильно? Как бы… Как бы… Куда же без нее? Идем. Серьезно? А это важный слайд. Он мне нужен. Поворачивай ноутбук. Будем сидеть в кругу. Так. Рейплей нажат? Нет. Это просто неправильный браузер, и в нем получается неправильный слайд. Так. Так. Давайте откроем чей-то. У меня чужой браузер. Главное – history. Смотри. Вот там, как-то, CRM. А-а-а! Вот что-то сработает. В случае новодорма, по большому счету, алгоритмы, которые могут построить их система, были вот так. Типа, мы получаем event, что какой-то switch trigger, и в итоге мы запускаем task. Мы запускаем task. Тоггл. Бедрум. Ламп. То есть, и то, и то. Это по большому счету, там, regex в expression. Это ж парсится вообще без рогацирса. Никакого рогацирса. Пока понятно. У меня есть вот такая проблема. Я, когда ухожу из дома, я постоянно забываю выключить свет. Особенно, если это где-то на втором этаже, то мне лень возвращаться. Поэтому, в моем случае, алгоритм может выглядеть вот так. Типа, если кто-то пытается включить выключатель, пока сигнализация включена, он сам дурак, ничего не сработает. Пусть в темноте пытается что-то сработать. Но, если сигнализация включена, тогда отключить вот ту вот лампу. То есть, в момент, когда я ставлю дом на сигнализацию, автоматически умный дом это событие может распознать и произвести некоторое действие. Вот такое сделать уже сложно. Скажем, просто. Два прерыва связь. Учитывая, что у меня есть два десятка разных ламп. На каждой надо умножать. На каждой надо умножать, умножать и умножать. Потому что у меня сейчас третье... Практически на каждой сценарии умножается. Да. Ну, типа, в hardware это собрать, ну, мягко говоря, нереально. Более того, есть проблема, что я поставил домом сигнобычные лампочки. Ну, сейчас пробовал. И если сейчас больше, чем десять вечера, я хочу, чтобы они работали в полнокаута. Ну, это вполне резиново. Более того, это повышает качество жизни. У нас получается вот такой вот алгоритм умного дома. Ну, это, конечно, можно воссоздать в других инструментах, кроме каких-то подобных визуальных, но это нечитабельно. То есть, есть решение на Python, которое занимается чем-то подобным. И там что-то наподобие языка Scratch. Если кто-то знает, то есть там такие drop-down и там все работает. Но здесь просто намного более читабельно. То есть, вот это можно спокойно показывать домохозяйке. И с небольшими объяснениями она, в принципе, поймет, о чем здесь идет речь. Все? Понятно. Тут, наверное, надо будет расширить эту историю группования объектов. Близней группы без группы и сладные месседжи на группы. Да. Все лампочки в бане, все лампочки в доме. Да. Из-за простой системы. Вот так? Кожний сладный вент. Ну, давай, так это абстрактный пример в вакууме. Хочешь, на самом деле, вот этот вот яйц может быть TOGLE SECOND FLOOR LAMPUS. А вот гибкость этого решения так позволяет? Кристиан, тебе непонятно было? Я выходила просто, поэтому я... Ужас. Ужас. Я обнаружили. В эликсирный код, в принципе, это конвертируется таким образом. То есть, если есть вот та диаграмма, и если есть, условно говоря, два матчера, типа есть матчер task, который TOGLE LAMP NAME, который просто запускает, который вызывает функцию в каком-то другом модуле. И есть там матчер, например, на получение ивентов. Мы говорим, что вот эта строка соответствует вот этому вот каналу попсад. Что-то непонятно? Пока понятно. Паттерн матчинг. Ну, типа, паттерн матчинг простой DSL. И все. Вот эта схема и вот это вот, в принципе, этого достаточно. Ну, ладно, нужно еще вот этот маленький кусок. Надо где-то забродкастить. То есть, типа, мы слушаем какой-то источник. Мы делаем вот этот бродкаст. После чего диаграмма плюс вот те вот два сниплых подхода. Этого достаточно для того, чтобы реализовать костейший алгоритм. При этом можно его наворачивать как угодно. То есть матчеры можно написать абсолютно любыми сроками, которые парсятся рефлексом. Можно написать что угодно. Более того, на одну и ту же самую вещь бродкастить можно из разных источников. То есть, ну, это очень гипно, короче говоря. Итак, так все, конечно, хорошо. Допустим, есть какое-то алттрактное приложение в вакууме, но, как бы, куда его записать? И в этом очень полезная штука нравится. Кто знает, что такое нравится? Серьезно? 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 В целом, NERVS это фреймворк, который позволяет любое Elixir-приложение с некоторыми учтениями превратить в фирмвейер. То есть, по факту, это получается 60-мегабайтный файл образа минималистичной операционной системы, в которую запускается это приложение. То есть, там запускается минимальный Linux с некими драйверами, вот с чего запускается у этих приложений. Все. У них есть большое количество всего, то есть, единственное, что поддерживается на малом количестве устройств. То есть, буквально, у них там Raspberry Pi, BeaglePoneBlack, Lego, еще там два-три варианта. Для самых упорных, все поняли, что я имел фигу, да, есть вариант просто собрать собственный Linux образ, минималистичный, и в этом случае можно запускать где угодно. Пусть нужна номер. Можно еще по мочеству и Erlanguancen трейд? Он Erlanguancen очень-очень давно умер. Умер? Да, причем он умер опять 5 назад. Нет, 5 лет назад он еще активно девеллился. Ну, окей. Но смысл в том, что NERS, по большому счету, это замена в случае Embedda. Замена Erlanguancen в случае Embedda. Потому что запуск самого приложения это самая простая из его фич. То есть, они поддерживают целиком настройку NetWorks. К примеру, вот на этом сейчас устройстве, которое, возможно, даже заработает в LiveDemo. Там одновременно есть проводной Connect и есть подключение по Wi-Fi. То есть, на случай, если с одним подключением что-то происходит очень не так, как кто-нибудь очень умный отключил на первый провод, то все равно есть fallback и можно подключаться по Wi-Fi. Либо наоборот, можно подключить проводную сеть и расширить интернет, создать точку доступа на саму Raspberry Pi. Короче, куча возможностей и абсолютно любые варианты настройки. Причем все настаивается через OTP-консик приложение. Есть очень полезная штука в виде фотоапдейтов. То есть, если не запороть нетворкинг, то, в принципе, можно один раз прошить саму SD-карту и дальше заливать все по воздуху. Когда нетворкинг наворачивается, то понятно, надо доставать SD-карту и перепрошивать ее вручную, но с сервером то же самое. Если на рынок сервере, который вы обновляли в дата-центре, случайно отключили нутворкинг, то там все равно надо будет вручную разбираться. Увы, так уж это работает. Ну или SSH-сервер потушить, например. Все же такое делали, да? При этом можно даже по SSH подключиться к CR, и в контексте того приложения что-то делать. Я сегодня покажу пример того, как это происходит. Более того, они, например, реализовались в Logger, который по факту является in-memory буфером, и все то, что выводится обычно на экран, которого в данном случае, в общем-то, понятно, что нет, можно подключиться по SSH, подключиться к этому GreenLogger, и получать все консольные ивенты себе в SSH. То есть это очень... Консольные ивенты чего? А, я покажу. Геббаг. Ну, Logger. Система или iX. То есть подключаешься iX, потом подключаешься к Logger. И получаешь все Logger. То есть все, что Logger и дебан у тебя в приложении, оно видно в твоем SSH при желании. Понял. Окей. Вот. Вот. В чем еще особенность Netsa? То, что очень здорово, когда есть возможность подключения к сети. Это сервер. Но, как вы понимаете, сервер на Raspberry Pi это чуть бесполезно. Большая часть функций, ну, Netsa в том числе, в целом, заключается в физических пинах. Я не буду на это подробности, но в целом, тут вот видите, есть в дужках различные значения. Вот в дужках это большое количество различных протоколов, там есть поддержка сериального, есть SPIO, есть, короче, что-то еще миллионов разных. И есть просто вот BCM, BCM это GPIO, General Purpose Input Output, которые по факту и позволяют создать умный дом. Ведь по большому счету... Вот как работает это с выключателем? Давайте так. Кто помнит скорую инфибрику? Вода. Фаза размыкается. Вода. Да. То есть это включить, выключить. Все. То есть здесь просто размыкается или смыкается в контакт. И за счет банального добавления релюшек вот в эту вот штуку, уже, например, можно управлять светом. Вот. Банально. Вот. С помощью... Плюс это Output. Если тут General Purpose Input Output, логично тут есть еще Inputы. Опять же, тут есть... Тут любой из этих BCM-ов, можно переключить либо в режим Input, либо в режим Output, и, соответственно, либо считывать какие-то значения, либо списывать какие-то значения внезапно. И по большому счету вот каждый из этих 26-ти... Кстати, вот именовал типичный программист вот реально. Вот типа 2, 3, 4, 17, 27, 22, 10, 9, 11. Это расширение? Нет. Это стандартное. Это четырёшный набор? Да. А, это на третий раз будет, да? Это... На первом он был чуть меньше. Ну, мне это вот так. 26 пинов всего было на втором точно, я помню. А, ну, может, вот в третьем расшире. То есть в определенный момент они добавили пинов и создали стандарт-хед. То есть... Header attached что-то там. Короче, смысл в том, что есть готовые вклады, которые просто сверху подключаются, они соответствуют по размеру, они соответствуют по пинаму, и просто добавляют дополнительные фичи. Ну, типа дисплеи там... А, с дисплеями там сложнее? Ну, они тоже по GPIO работают. Не все. Очень. Ну, я понимаю. Я говорю за GPIO-шными дисплеями. Ну, короче, GPIO-шные дисплеи я не осил. Нормальные, наверное, эти, легко-мем, работающие. Ну, там всякие... Там всякие... Там абсолютно все. Даже огромное количество наборов... Светодиодов. 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 Светодиодов 20х20. Стандартного размера. И есть OpenATOX проект, который это все оборачивает в более-менее удобный формат. Но без кода, да? А? Почему? Давай. Не, я его заревизировал вчера ночью. Вот где там, около полуночи. Этот проект был обязательно опубликован. Итак. Давайте посмотрим, работает ли этот адаптер на экран. Потому что всем правилам Лайк-гема... Это дополнено где-то? Да, дополнено где-то? Ну, вот здесь дополнено. Окей. Все. Вот. И... Вот. Ну, то есть... Что же могло быть и не так? Ну, то есть это админная сеть вот того Wi-Fi роутера. Не подключайтесь, не ломайте на нигде HTTP. Потому что админку мне уже кто-то закрыть успел сегодняшнее утро. Ну, типа я открываю, а там типа паспорт. В отеле кто-то хакнул. Ну, вот возможно. В общем, здесь есть два IP-шника этого девайса и, соответственно, этот ноутбук. Ничего такого особенного. То есть я вот делаю просто SSH. И вот то, о чем я говорил, как видно, не видно. Угу. И ты сразу AX уже приятно сдал? Да. То есть и это уже сразу AX. При этом тут есть вот этот RingLogger, о котором я говорил. То есть по факту в стандартной конфигурации данного приложения по умолчанию работает два логера. Стандартный консольный и RingLogger. При этом так как стандартный консольный мы в виде сейчас очевидно не можем, то AIMLogger тоже сдал. Консольный, если ты отдельным процессом коннектируешь, то сколько сейчас? Можно забить OS, PSAX? OS command? OS вот так? OS точку command? PSAX, grab AX. Давай вот так. Нельзя, да? А тут по максимуму все. Да. То есть все порезано, это то, что он просто работал. И там операционная система не очень есть. В общем, как это сейчас работает? Вот данные логера, которые получены по SSH. При этом два различных генсервера, то есть один слушает состояние готового выхода, ResistStateChange. На 26 в данном случае порту. И после этого в setting 0 он 16. О чудо! О чудо! При этом очевидно, что можно сделать вот такие вот вещи, например. Получаем из реаболамку и внезапно можно сделать гриб. Магия. Вопросы? Выключатель это блок или включатель? Включатель в данном случае это просто выключатель. Но так как это GPIO, сейчас оно просто отправляет ивенты при изменении состояния. Но при этом новое состояние тоже есть. То есть, когда ты, допустим, это стене включил, а потом с приложения выключил, у тебя всё равно... Да. Но всё равно продолжает работать. Оно всё равно продолжает работать. То есть, даже если ты снова изменил состояние выключателя... Знаешь, есть перекрёстные и проходные выключатели. Вот здесь, в принципе, оно может работать так же само. Либо может работать наоборот. То есть, можно даже сделать lightToggle, а есть может lightOmp. Нет. LightOmp. Магия. И в этом второй раз lightAp очевидно не работает. Более того, даже ивент не срабатывает. То есть, тут вот видно, что изменяется. Оно ставит ноль, который в данном случае является замыканием релешки. Но при этом ничего не меняется. При этом, основная фича в том, что это всё нарисовано в этом бизнес-процессе. То есть, вот эта вся конфигурация и магия-магия, она нарисована с помощью чистого логуя. Это типа есть PowerGPIO. Вот типа есть 26 и 16. Можно изменить или создать новый, и всё равно оно будет работать. Добавить здесь 135 и нарисовать другой бизнес-процесс. По сути, на один девайс получается 40 пинок, которые ты сможешь замазать на 4 пинок. Да. При этом, если эти девайсы соединить в сеть, есть у меня подозрение, что при небольшой даже модификации можно объединить несколько таких девайсов в кластер. Я понимаю. И при этом у каждого девайса можно создать свой индивидуальный конфиг, в нём отрубить часть фич, подключить часть фич. Ну, короче. С другой стороны, единственное, что биндинг Gpio ID, то есть надо какой-нибудь Gpio ID, то есть надо заэкстендить Gpio ID, как решать через Azure или ещё. Ну, то есть, как бы, при этом там внутри сейчас SQLite. То есть на самом девайсе SQLite и, соответственно, там есть полноценный Ecto версии 2.2, но это полноценный Ecto. То есть, в принципе, фениксовое приложение неплохо деплоится внутрь Ecto. При этом Phoenix Sector. Если бы был Postgres, то либо можно было... Было бы два варианта. Либо собрать кастомный образ системы, в котором был бы Postgres. Ну, короче, это было бы сложно. Либо просто подключаться к какому-то внешнему серверу, но тогда смысл девайсинг, внутри который крутится логика, он уже как бы теряется. Поэтому вот в случае умного дома, мне кажется, что это оптимальный вариант, когда есть девайсинг, внутри который крутится абсолютно вся логика, и при этом для девайсинг с web-интерфейсом в ней можно что-то перенастроить. Причём капитально перенастроить. Можно, например, сломать эту штуку. Можно удалить вот этот вот включатель. Это редактор, который... Это редактор BPMNL, да. Вот видите, больше нет стрелочек. Я теперь делаю вот так вот, и ничего не происходит. Потому что связанности нет. То есть процесс, который этим управляет, он перезапустился, получил новый конфиг, и больше они работают с этой связью. Как триггерация event? Там есть отдельная... Ты можешь создать event? Да, я ж... Я ж показывал в предыдущем этом. Я сейчас покажу как. То есть вот я теперь сохранил этот процесс, и теперь эта штука снова работает. Это вопрос как триггерация event, правильно? Да. То есть можешь ли ты туда ещё какие-нибудь... Есть у тебя еще? Прямо сейчас? Ну, есть у тебя еще. Ну, в принципе, можем сейчас попробовать live-code. В целом, кстати, вот это... То, как описывается вот это состояние целиком. То есть, типа, есть два GPIO, есть лампа и сенсор, и есть процесс-рекорд. Единственное что, тут процесс-рекорд чуть-чуть очень двигается. Потому что это полноценная XML, на которой описывается бизнес-процесс. Ну, вы поняли с этим, да? Да. Лучше это всё будет, только смотреть. Ну, да. Да. Ну, потому что все другие способы задания, кроме как вы, это больно. Писать ESL-ами это, ну, такое себе. Так, это запускалка. Так, вопрос, как задаются events, правильно? Вы знаете новый event, давай запилим, да? Давай запилим. Вот смотри, вот есть матчер именно тасков. То есть, запускал. У нас тут уже есть сейчас 3 таска, full condition и full condition. Что мы можем сделать? Мы можем, например, менять состояние только если что-то. Например, только выключать, например. Пойдёт? Вспомни. Отлично. То есть, у нас есть вот таск матчер, который disable long name. Да. Давайте попробуем. То есть, был toggle, стал disable. Теперь он только выключает. Если я вручную в консоли его включу, то он снова включится. Но включить обратно не смогу. То же самое можно сделать с enable, например. Либо можно сделать сложнее и добавить ещё 3 лампы и менять каким-то образом состояние. То есть, в данном случае это будет немного explicit. Но, к примеру, мы можем вот тут вот на эту штуку повесить состояние light. test.lamb. И в этом случае эта арка будет выполняться только в том случае, если и вот эта вот штука активно, ну, пришёл ивент. И только если вот эта вот в true. То есть, как я и показывал в прошлой дискуссации. Нет, это не то, к сожалению. Вот bpm позволяет строить любые очень сложные варианты. Например, ивенты в стандартном редакторе. Это просто ивенты, которые присутствуют внутри данного бизнес-процесса. Можно бурат кастить ивенты, можно задавать таймеры. То есть, если бы в библиотеке X-процесс были реализованы таймеры, можно было бы, например, с задержкой выключать эту лампочку. Ну, скажем так, в готовке есть таймеры. Вот, пожалуйста, там в кусты цвета. Да. В скроме. Где? А, да. Да. Я просто написать код не проблема, а вопрос в том, как это красиво нарисовать. И в данном случае bpm редактор решает эту проблему. То есть, можно было бы просто поместить таймер. И добавим здесь вот такую вот штуку, которая у нас будет, например, таймером и типа wait 30 секунд. И все. У нас между триггерингом сенсором и событием, которое изменяет состояние лампы, прошло бы 30 секунд. Правда, конкретно вот это или нет, я еще не реализовал. То есть, в данном случае тут есть набор разных диплом, типа есть штука, которая запускает эти самые процессы. И поверх него написан интерфейс, который и вот эти все матчеры, тасковые и ивентовые, которые позволяют делать такие бизнес процессы. Два вопроса. А зачем ко мне, если мы можем просто вступить эликсир прямо на Linux, на Sbify и управлять GPIO с помощью Linux? Ну, ты и так и так будешь. То есть, ты можешь это приложение просто поставить на Linux. Просто, как показывает моя многостритальная практика, то, что сетапится вручную, это не так надежно, как просто тупой фирмвейер. Потому что там есть полноценная система, в которой есть большое количество пакетов. Часть этих пакетов будут какие-то уязвимости. То есть, систему надо обмануть. Филически при обмануть, и все будет ломаться. А здесь у тебя просто есть один раз эталонный образ. А, это, кстати, еще одна фича Nerfs. По дефолту он создает несколько разделов. Один раздел — это чисто приложение, а второй раздел, который по умолчанию монтируется в root — это user data. Есть отдельная папочка на отдельном разделе, которая переживает firmware update. Но есть еще одна папка, которую можно reset. Смысл в том, что можно добавить кнопку firmware reset. В этом случае можно сотреться концы, железка будет чистой. И второй вопрос. Для разных пипей есть куча всякого разного. Уже много написано типа Altenhub или Home Assistant. Где, в том числе, по-моему, не буду утверждать, но, по-моему, тоже можно рисовать мышкой сценарий конфиги. При каких условиях мне лучше воспользоваться твоей штукой, а не ставить Home Assistant? Скажу честно, я Home Assistant пробовал, но сложно. Home Assistant — это хорошо, если у тебя есть Z-Wave Stick и Z-Wave Device. При этом Z-Wave Stick нормально стоит только доллар. Просто то, что ты можешь из компьютера управлять Z-Wave Device — это не нормально. Ну, там не только Z-Wave — ты любой дом покупаешь. Ну, да, да. Но программ в том, что Z-Wave — они самые дорогие практически. Ну, покупаешь Z-Wave — у тебя Z-Wave — там уже куча готовых компонентов, куча готовых штук, которые можно просто одним кликом поставить, и у тебя всё это работает. Причём эликсир. Ну, если серьёзно, там обычно всё завязано на использовании готовых систем, в основном беспроводных. Как показала моя практика, беспроводные системы мунного дома — если это дом не по-канадски, который сделан там, условно говоря, минвата и ДСП, а если там реально толстые бетонные стены, то какие решения плохо работают. Просто плохо. Я даже в панельной квартире пытался сделать беспроводные лампочки, и как бы всё, панель между двумя комнатами, и лампочка уже не выбивает. То есть в реалиях, например, американских, где большая часть дома делаются по каркасной технологии, беспроводные системы имеют смысл — отлично всё. В наших реалиях, мне кажется, не так сильно, и в данном случае будет намного более актуально, если всё будет просто целиком проводным. Опять же, в случае, если оно проводное меньше latency, и оно намного проще и, соответственно, намного дольше проработает без очевидных проблем. То есть я читаю тот же самый Reddit, там стандартная проблема — ой, а у меня тут что-то обновилось, iOS обновился, и у меня все девайсы с HomeKit'а слетели. Ребята, а что вы делаете в этом случае? Нет-нет-нет, была ещё более крутая история. Был какой-то стартапчик, ну тоже, типа, смартфон, все дела, и в какой-то момент тётка пишет тебе поддержку, типа, ну она купила там все эти дела свои, которые этот стартап продала, у них было своё облако, через которое всё управлялось, и однажды тётка проснулась, а дома холодно. Она пишет в этот стартап, значит, помыл, типа, ребята, как так, я проснулся, у меня температура упала там на 10 градусов, какого чёрта? Они пишут, а мы вас предупреждали, что наше облако будет в maintenance всю ночь, и поэтому все девайсы, которые подключены к этому облаку, ну они отключились, и тогда ваш котел не добился. То есть это стандартная проблема всех облачных решений, и поэтому я для себя делаю в этом случае вывод, что всё должно быть локально. При этом справедные решения тоже работают не очень, поэтому всё должно быть локальным и проводным. А в этом случае вариантов не так уже много по большому счёту. А какого требования готовить? Вот так? Да, хоть сейчас. Повторим лайф-код? Давай. Это же не нам разработали, да, вот эту штуку вот так? Нет, я думал, оно просто плохо работало раньше. А ясно. Я чувствую, что оно просто в компейте было. А сейчас оно просто так. Да. То есть даже когда я делал полугодный результат в Тернополе, и к нему готовился, тогда вот так более-менее работал. Сейчас оно у меня работает супер стабильно. То есть вся аннексовая часть работает супер стабильно. Моё приложение периодически падает. Но как бы, а во всех остальных случаях всё хорошо. Кстати. Давайте поменяем. Шансы дамачу, у тебя есть каким-то вопросом? Ну, у тебя есть аякс. У тебя есть аякс. А, а ты говоришь там так? Юрий, ну... Ну ты говоришь попал. А, точнее. Там есть ещё один забавный нюанс. Вот смотри. Типа есть микс феникс сервер. А, нет. Вот я нахожусь вот на своей физической машине вот здесь вот. Я говорю микс феникс сервер. И я засажу на localhost 4000. У меня есть абсолютно какое же приложение. А, любой чик. Он без GPIO. А, да. То есть у меня есть ровно два файла, которые нельзя потестить на localhost. Это GPIO процесс сенсора и GPIO процесс лампы. Всё. Всё остальное вот здесь отлично тестится. При этом у меня тут есть специальные фейк лампы, которые просто меняют мемористы и с помощью них всё отлично тестировано. Вот типа, в данном приложении есть ровно два файла. Вот два, которые не протестированы. Ну типа, они что здесь? Ну типа, давай, смотри. GPIO ламп. Весь файл. И тогда, например, handle call light up, handle call light down. Handle call light toggle. О боже, какой сложный код. В случае сенсора это ещё проще. Вот типа, в бейсбойных файла вот это всё. Типа, там, definite, где мы регистрируем в процесс регистри. Регистрируется новый матчер. Там запускается GPIO. После этого мы, типа, шедулем отправку в процесс сенсора. После этого вот этот вот код выполняется там, по сути, в цикле. Ужас, мы читаем состояние GPIO, сравниваем новое и старое. Если что-то изменилось, то типа, мы обновляем состояние и бродкастим его. Всё. Весь код, который нельзя запустить на локальном фениксе. Я читаю, даже не знаю особо, как это тестить. Оно слишком простое. Ну, я обещал переходим, да? Давайте попробуем. Потому что время LiveCoding всё же всегда идёт идеально. У нас будет sensorNameRam. Пойдёт? СенсорNameRam. Всё. Нормальное название сенсорного иванта, правильно? При этом прошивается оно, честно говоря, тоже вот так. МиксFirmWire мы собираем новую прошивку и аплодит Саша айтишник просто аплодит. Тут, может быть, просто нет. Да. Но надо указать device. И mixTarget. Что в данном случае задаётся? Так как NERS поддерживает различные платформы, то в данном случае надо указать mixTarget, который будет Raspberry Pi 3. Потому что там для всех остальных Raspberry Pi там свои образы базовых систем. DeviceExample – это для того, чтобы можно было несколько девайсов различных перепрошивать приложением. Там по студии задаётся конфиг. В данном случае конфиг обзабиётся процесс настройки нетфоргана, что там etcp и подключение по Wi-Fi. После этого компилится приложение, собирается образ. Это какая-то неправильная консолька. ConfirmBuildProduct. Давайте попробуем в этой консольке. Давайте посмотрим, где находится этот файл. Так как он не работает напрямую, давайте просто расскажем, где находится этот файл. Загружается файл на девайс и девайс перезагружается. То есть это уже свежеперекопиленный код. Обычно она находит образ сама, но конкретно в данном случае звёзды стали чуть по-другому. То есть в принципе, что таких тысячи девайсов раскиданных далеко-далеко, так как он интервью все нетфорки, но им можно умноживать, да? Более того, у NERVS есть какие-то инструменты для массового управления этими всеми девайсами. То есть по-садачам, ремонтам, админа, да? Да, да, то есть тут же, ну типа, у самого NERVS прочее, что-то типа поддержки репозиторио или что-то такое. То есть ты можешь управлять версией, типа обновить до вот этой версии только часть девайсов. А под капотом это происходит, получается, кодченч? Под капотом это изменяется образ, после чего давай просто ремонт. Ну опять же тут даунтайма получается около 5-7 секунд. Нет, здесь не даунтайм, здесь просто сам механизм. Если используется стандартный для BIM кодченч, то тогда там есть ограничение на смену дерева супервизоров и так далее. А, да, здесь просто ремонт. Если здесь... Слушай, а может что-то наподобие докера, правда, получается? Эмммм... Ну только очень специфично. Конечно. Очень. Узко такое специализирование. 60 мегабайт? Да, то есть 60 мегабайт образ приложения. Ну, даже не 60, 41 аплодил. То есть и это абсолютно целиком весь образ системы. То есть это вот Linux и SATA. А Linux плюс UTP плюс бизнес-приложение со всеми зависимостями. Плюс еще все Asset и Fenix, кстати. Здесь же уже. Потому что там же полноценный bootstrap со всеми иконками, шрифтами и прочим багажом. Оно все там. Оно все там. Ну, серьезно же. Вот же ж, типа... Второй, третий. Вот, типа, это все на девайсе. И SQLite. И SQLite. И SQLite. Нет, ну SQLite запускается на самом девайсе. Более того, там конкретно у проекта NERV в блоге был интересный блокпост, где они показали, типа, ребята, вот вам код, который вы добавляете в application, и у вас SQLite сразу после запуска девайса создает базу, если ее нет, и прогоняет все миграции. Потом там еще и работают миграции. То есть, типа, если правильно писать миграции, то, типа, эти девайсы могут с феррвайр открытами жить вечно, в принципе. Более того, если что-то сломалось, типа, ну, выкинул Raspberry Pi, купил новый и поставил туда SD-карту. Потому что SD-карты нынче, как девочки, убиваемые. То есть это за то, чтобы девайсы в AWS не стоит, зарабил на свою базу? Да, да. Оно должно быть автономным. В противном случае... В чем разрубается, когда-то только он работает на противоарте. А зачем ему нетворк? Давай как? Как бы, вот этот двайс намного... Даже вот этот чёртовпитайский роутер за 300 гривен, он намного мощнее, чем то, что хватило, чтобы полетать на Луну и обратно. Ты распределяешься с копией по Home, Smart Home. А как все знают, что он очень генерует Home, он очень генерует бизнес. Да. Я думаю, с копией бизнеса. В копией бизнеса, оно все-таки бутриноцентрализованное управление. В данном случае есть конфликт интересов потребителя и компания, которая предоставляет услугу. Потребителю надо, чтобы оно работало, когда клауд за той компанией стал. Компании уже все равно, если она обанкротилась. А ты остаешься со своим полезным железом на внук 1000 долларов. Знаешь, когда они крикольки появились в массовом продаже? 20 лет, когда они появились в интерпрайсе. Так вот это было как бы промисловое обладнение, а потом ты стал консюмером, понимаешь? Так само и это. Стоп, шанс, запишите. Подожди, подожди, подожди. Умный дом, он уже лет 13-20. Просто это были супер дорогие системы, например, Lutron. Когда ты за один копичок платишь 200-300 долларов. Там у них даже свои проприетарные кабели, которые надо покупать у них, которые стоят нереальных денег. И вот эти вот старые системы домов, они тоже имеют право охуществовать. Ну, окей, сгибли. Через роки вщепки. Нарази шансов мало. Ну, воно, воно уже працует. Ну, просто вот эту штуку я собираюсь у себя в доме через течение пары месяцев. Типа, лампочка, это Hello World Riven. Да, но это лампочка, которая работает на основе BPO процессов, правильно? А потребление Riven, типа, померить температуру за веклом и сделать мне оптимальную температуру в темноте. Причем вот тогда поговорим, через полгода. Окей. Ну, надеюсь, вообще. Тема такая. Вот. И тут уже на 3DZ было Toggle. Вроде похоже на правду, да? Ну, типа, вот это измененный лейбл ивента. Это Toggle Lamp. Либо для JPU это в Shitter Jamers. Это френдлий проект. Ну, это с файлом не совсем сейчас. Нет. Потому что Erlang до 21-ой версии с системными файлами не мог работать вообще. Серьезно? Да. Да, пробуй открыть. Там есть библиотека фиратов. Я в 14-ом году защищал дипломную работу на Raspberry Pi с использованием Erlang и GPIO. В 14-ом году. Можешь его спокойно открыть. Если это идет в файл устройств, ты его не можешь открыть. Ни на чтение, ни на запись. Ну, я не пинделзал. Что-то сломалось в этом самом стенде. То есть вот event получается, и event задается просто... Что-то пошло чуть-чуть не так. А, нет. Я неправильно задал. State. То есть в данном случае проблема в том, что StateChange проходит, а задается только состояние выключенной вау. Тоггл. Потому что у этого, особенно военактора, есть один баг. Если просто вот так вот взять, поменять текст и просто сохранить... Вот видите, если бы я поменял на току. Я нажимаю save. И оно здесь все еще disable. Потому что у них есть баг. Поэтому вот так, вот так, save. Теперь оно таки тоггл. И теперь оно таки работает. Вот. Еще вопросы по F-кодингу. Предложение, что можно сломать еще. А не по F-кодингу? Давай. А сенсоры, one-wire, все они что-то... Как они работают в итоге? Ну, сразу припили? Ну, опять же, есть проект Circuit, который, в принципе, предоставляет очень хороший высоковый интерфейс для работы со всем и сразу. Кристина, нужен твой пап. То есть там есть поддержка SPI, есть поддержка GPIO, что здесь было. И там еще поддержка куча разных других протоколов. То есть раньше это был проект... Как же он назывался? Там было название что-то типа GPIO Elixir. Но сейчас они очень сильно расширились. И они переименовали, переписали. И, в принципе, это уже намного лучше стало. То есть, в принципе, поддержка всего этого есть. В данном случае это больше как proof of content. Потому что это действительно имеет... То, что это действительно все работает. У меня осталось буквально два слайда. Отвечаю на вопрос, который был минут пять-десять назад. Я не знаю, видно текст. Не видно? Вот как бы это вопрос... Это ответ на вопрос, зачем, по большому счету. Спасибо. Надеюсь, это было полезно. И стало понятно, что можно сделать с Nelson. Я пойму, если кто-то сейчас убежит создавать свой новый хракварный стартап. Я могу поделиться с ниппетами кода. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте. Там интерфейс с GPIO есть. Есть и все. Там полноценный Elixir внутри. Есть библиотека для... Нет, я имею в виду SPI и еще какие-то... Есть. По-кукли. По-кукли. Circles SPI. И там, как там есть, уже библиотеки для этого всего. Понятно. То есть, тут по факту просто запускаешь по одному процессу на один вид фичи и... Сопортит Elixir? Или только Elixir? Я точно знаю, что там OTP-21. Я думаю, что туда можно засовывать куски Erlang, но не факт. Но ты релиз туда вливаешь? Или же... Просто... Сапа, социфайл? Нет, там содержатся релизы. Более того, там у меня есть часть Wix-пакетов, которые явно ланговые, и они работают. Не, ну понятно. То есть, они компанируются локально, я так понимаю. Да, оно все кросс-компанируется локально на development-машине, на Linux. После чего этот Linux образ заливается. То есть, у меня, например, там была пара дня назад проблема, что... Одна версия внешнего компонента, она не компанировалась на Mac и под Linux. Поэтому пришлось там даунгрейдить версию. Но, то есть, в принципе, ты можешь просто взять любой свой код, запихнуть его в Mix-пакет, подключить как в Mix-зависимость. Более того, здесь же, кстати, так и работает. Здесь firmware — это отдельный проект, который подключает основной проект в качестве Mix-зависимости. Благодаря этому можно отдельно запускать проект, который основной WebUI локально, без вообще каких-либо проблем. А для загрузки на железку там есть свои отдельные Mix-зависимости, свой отдельный конфиг, там типа networking и всего такого. Поэтому можно выбирать абсолютно разные варианты. Так ты себе умный дом строишь? Ну, да. И чтобы уже... Сейчас человек, который занимается hardware, он заказал платы, сейчас едут из Китая, чтобы подключить вот этому вот всему и подключить первые N группы света, а потом уже расширять фичи. Сейчас ты еще на other factory. Как бы, да? То есть ты пока будешь только со светом, а потом уже более умный сенсор подключать? Да. Причем, ну, свет — это самое, мне кажется, основное и самое важное, потому что на всех этих замечательных HomeKit'ах и прочих там нет нормальных выключателей. На HomeKit'ах до сих пор нет выключателей не штатовских и не тех выключателей, которые стоят в стене и ставятся в разрыв подключения к светильнику. А такие, что были нормальные или беспроводные, ты, типа, повесил, прилепил и оно просто работает? У Xiaomi есть. 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 У Xiaomi есть специфика бренда, связанная с особенностями использования. Не, ну это как бы да, но у нас нет такого. Ну, например, HomeKit'овских нет до сих пор. Z-Wave'овские, там все сложно и более. Там Zigbee тоже нет ничего. Например, есть прекрасный Philips Hue. Волшебный, великолепный. У них прекрасные лампочки. Ну, типа, выключатели у них два вида и такие, что хочется плюнуть создателям этого всего в лицо. Ну, типа, один пассивный, то есть, типа, ты очень сильно нажимаешь, и тогда оно работает. Это, конечно, круто, желательно смотреть, но им пользоваться нельзя. А второй, типа, плюс-минус. Ну, то есть, ты не можешь просто вот зайти в комнату и сделать вот так вот, по дороге. Ну, типа, все, я забил или не теряюсь, если у тебя нет, ну да ты вот свечи. Не, у себя им классные выключатели, в плане механики и как они включаются, включаются. Единственное, что я их не интегрировал с другими сторонними хабами и всем остальным, и получится ли это я вообще не в курсе. Ну да, там проблема интероперабельности встает в полный рост. И поэтому тут, как бы, вопрос по большому счету всегда в этих секундных системах есть вопрос, типа, что у тебя основная система, а что подключается к этому интеграциями, причем так, чтобы оно все разрулилось. Потому что каждая интеграция поддерживает только часть фички. И поэтому, как бы, решение, которое я вам пришел, именно вот такое. Так это вы думаете, будет беспроводной или... Ну, все по проводам. А как ты в текущем ремонте, грубо говоря? Ну, я просто изначально провел отдельные линии на выключателя, отдельные линии на группы света. Ну, и опять же, в случае реально... Так, если у тебя есть отдельные группы света, то ты можешь все это развести на контакторах щетки и ловьи головы? Нет, я хочу... Вот помнишь тот пример, который я показывал с сигнализацией? Вот это вот. Вот эта часть. Это то, что у меня реально проблема. Типа, мы с девушкой каждый третий день приезжаем, и у нас полдома горит. Последствия были выключены. И вот, типа, вот это реально решает проблему. Более того, более сложные фичи строятся на основе этих. Там типичный кейс, например, если ты подходишь к двери, то умный дом может на основе нескольких датчиков понять, что ты хочешь. Например, не просто датчик движения, который по-дебильному постоянно включается и выключается. Там котик пробежал уличную, и типа он включился. А комбинировать события. Например, в HomeKit предоставляют события о том, что человек находится где-то в этой локации. Соединить этот ивент с тем, что датчик движения, и внезапно у тебя свет загорается только когда ты реально подошел к дому. Или с Computer Vision, когда умный дом видит, что едет машина с соответствующими номерами, плюс твой телефон появился в локации, или подключился к Wi-Fi или что-то такое, можно автоматически открывать ворота. Не надо нажимать на кнопку. Оно все должно увидеть само. Лучший UI это когда нет UI, оно просто работает. Кстати, есть и сейчас возможность сделать так, чтобы это просто работало. А это просто стоит будет, ну скорее всего там, 4 0 в доллар. Да, если вкладывать, если вкинуть в обычную 3-4 комнатную квартиру 10-20 тысяч долларов, то да, у тебя будет полноценный дом, который будет отлично работать. Причем так мы не делали. Делали сейчас. Да. Система типа лютрон об этом. То есть у тебя все абсолютно прооптернетарное, все от этого лютрона, когда оно работает. Проблема в том, что если тебе влево-вправо, то уже костыли. Не, не костыли, ты вызываешь интегратор, а что делать? Ну, интегратор делает костыли. Ну, это уже его проблемы. Нет, вообще это твои проблемы? Нет, это его проблемы, потому что он потом поддерживает это решение. Нет, это не проблема, потому что у тебя оно не работает. Если не работает, то это же... Ну, я не могу рассказать историю жизни. Есть вот РНО официальные дилеры. У меня была проблема. Они установили магнитолу, и она шатается. Я сказал, ребята, почините. Они починили магнитолу, а после этого не открывалось, диски не открывалось. Они просто взяли и картонку засунули. Вот так вот работают интеграторы. Ну, типа, это твоя проблема в том, что она не работает. Потому что тебе надо разбираться. И смысл в том, чтобы такой downtime-системы был наименьшим. Ну, как-то так. Все, я, наверное, чуть-чуть перерассказывал с этого время. Но спасибо, что послушали. Надеюсь, было полезно. Спасибо.